Я боюсь, что я вас разочарую. Никаких историй о героической борьбе свободных, демократически настроенных людей с массами коммунистического биомассы не будет. В силу того, что в середине 1991 года все то, что я приобрел в кавычках в Афганистане, а это была моя первая война, к сожалению, проявило себя самым отвратительным способом. Я перестал ходить. И речь уже шла не просто о каких-то болях чудовищных позвоночника и каких-то таких вот возможных для медикаментозного лечения делах. Речь шла об операции, причем об операции серьезной. Мне должны были ампутировать уже ногу, потому что началась гангрена. Поэтому, к сожалению большому, вот все то, что происходило в середине 1991 года, а я имею ввиду такие парламентские противостояния, и я в то время был все-таки депутатом Верховного Совета, они все больше и больше были для меня как бы фоном телевизионным в моей жизни. А все такое конкретное мое время, и время моей семьи, и прежде всего моей жены занимала вот эта вот беда, которая пришла в наш дом. Я стал неходячим. То есть костыли уже не помогали. И вот к середине года, вернее вот уже ближе к августу, я был пациентом военного госпиталя имени Бурденко. Это недалеко здесь, в Красногорске. И вот в этом самом госпитале я и встретил то, что потом вошло в историю как четыре буквы ГКЧП. Но до этого была достаточно забавная история с тем, как я туда появился. Все-таки тогда фамилия Мукусев и, так сказать, лицо, которое вы лицезрите, оно было известно достаточно большому количеству миллионов людей. И, конечно, в том числе, и, может быть, прежде всего, людям, которых мы в своих передачах, передача я имею в виду взгляд, прежде всего, ну, каким-то образом не то, что критиковали, а предполагали, что меняться должно в стране многое. И, если не в первую очередь, то там во вторую, в третью армия. Армия, которую мы видели в Афганистане, армию, которую мы видели на проспекте Руставели в 89-м году, которая краила саперными лопатками головы женщин, стариков. Армия, которая чудовищно себя вела в Вильнюсе, в Риге. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, было очевидно, что вот эта неповоротливая, огромная, нацеленная на прошлую войну армия, а не на нынешнюю, и, повторяю, я все-таки в Афганистане видел, так сказать, и армию в деле, при этом я никоим образом сейчас не хочу бросить тень на солдат, и на офицеров, которые выполняли свой долг. Нет, я говорю об армии как о некоем государственном институте, как об армии как об институте подавления. Так вот, коль это был военный госпиталь, а палаты в военном госпитале, они окнами своими выходили на один балкон. Балкон был снаружи, на него можно было попасть практически из всех палат. И о том, что вот появился Мукусев, очень быстро распространились слухи, так сказать, по этому самому госпиталю. И на меня приходили смотреть. Приходили смотреть, прежде всего, пожилые люди. Пожилые люди, которые отдали армии много лет, и, может быть, даже всю жизнь свою, так сказать, армейскую, они посвятили именно, так сказать, служению отечеству. И среди них было много тех, кто очень меня не любил. То есть не меня лично, но я был неким олицетворением того, что, так сказать, вот с телевизионного экрана, прежде всего, в нашей программе, либо у нашего конкурента, вечного, моего друга Володя Молчанова, до и после полуночи, говорилось об армии. А говорилось, прежде всего, о том, что, так сказать... Говорилось, прежде всего, о том, что армия должна быть реформирована. Так вот, на меня не просто смотрели, а я слышал разговоры о том, что, как на экране, так он смелый, а как его за занятость прихватила война, так он к нам лег. Но разговоры эти были не то, чтобы очень уж, так сказать, грубые или какие-то там оскорбительные, но вот такого чувства превосходства, дескать, куда же вы без армии, даже без военной медицины денетесь. И это все было вплоть до 19 августа, если я не ошибаюсь, а именно это был первым днем переворота, когда в 8 утра в мою палату, палата была на одного, вошел заведующий отделением, а это было нейрохирургическое отделение. Назовем его Игорь, потому что я не знаю, как он сегодня отнесется к тому, что я вам расскажу. Он мне, во всяком случае, такое разрешение не давал. И, как знать, может быть, он пересмотрел свое мнение о тогдашнем положении вещей в стране, да и отношение ко мне, может быть, другое. Неважно, пусть это будет Игорь, хотя он был полковником, и это, в общем, требует его называть по отчеству, отчеству, ну, Игорь Иванович. Он сказал, Владимир, вы слышали уже? А у меня радио было под ухом, я слышал все, что происходило. Что будем делать? Спрашивает меня заведующий отделением. У человека, который лежит, который ходить не может, а от боли, я уже сидел на наркосодержащих препаратах, в общем, тоже было мне не до разговоров. Я говорю, Игорь Иванович, что мы будем делать? Ну, вот, значит, придут, заберут, и все, все дела. Нет, 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 надо будет думать, надо будет думать. И часа через четыре я увидел не то чтобы радостное, а одухотворенное лицо этого же хирурга, который вошел в палату и сказал, мы все придумали, мы все придумали. Вы знаете, что мы сделаем? Мы сняли, как он сказал, берлогу в Красногорске, квартирку. Важно, чтобы мы могли вас туда довезти. И я сейчас говорю не о вашем положении, так сказать, и о болях, которые при этом будут. Уже БТРы стоят у входа, уже очень внимательно проверяют тех, кто езжает и выезжает из госпиталя. Причем это не обычная наша охрана, а это какое-то неизвестное нам, так сказать, подразделение. Но мы и тут все придумали, сказал он мне радостно. Иногда мы вывозим на вскрытие трупы. Поэтому вам придется потерпеть. Мы вас замотаем в простынь и на труповозке вывезем. Мы, естественно, вас предъявим, но мы просто не намочим. Она будет прохладная и вряд ли солдат поймет, что вы живой. Вам придется потерпеть, потому что там на полу обычно у нас лежат на брезентовой переноске. Потерпите, зато мы вас вывезем и все. Хоть мне было и худо, это вызвало у меня скорее урыбку, чем радость. Я сказал, дорогой Игорь Иванович, все здорово, все классно. Очень похоже на детективный фильм, просто можно, так сказать, снимать какой-то бестселлер. Но, если уже стоят у вас, у проходных, как вы говорите, войска или там подразделения вам неизвестные, это значит, что и здесь скоро будут определенные люди, которые придут за определенными людьми. И то, что придут за взглядовцем, это сомнений нет. Вы понимаете, что вас спросят, а где вот этот лежачий-то больной у вас? И что вы скажете, что я ушел? Но ведь все написано в карте, все написано в истории болезни. Вам никто не поверит. И это значит, все замечательные три звездочки, которые у вас есть на погонах, они могут слететь запросто. И вот тут я, собственно, ради вот этого момента, который сейчас будет, все это рассказал. Потому что этот человек, который прошел так же, как и я, Афганистан, и думаю, что не только Афганистан, и думаю, что не только одну войну, видевший, перевидевший кровь и все, что угодно, уж тем более смерть и страдания, он не сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, зато, если даже с меня снимут погоны из-за вас, я своим внукам буду рассказывать, что 19 августа 1991 года я спасал Мукусева. Мы задохнулись оба от того, что он пафосно произнес, а я это услышал. И я не скрою, у нас у обоих выступили слезы на глазах. Дело не в Мукусеве, что такое журналисты, и это вздор. Дело в том, что к 1991 году в армии, как и в очень многих других сферах нашей жизни, перестройка реализовалась в появлении вот таких игрей. Людей, для которых честь, достоинство, чувство долга, чувство справедливости, стремление перестать быть вот этим винтиком механизма, неважно какого, военного, экономического, политического, культурного, неважно какого. Вот это чувство собственного достоинства начало побеждать чувство стабности, чувство вот этого принадлежности к этому самому совку, к этому коммунистическому корыту. Вот что было важно. Он ушел готовиться к этой самой операции, почти военной, почти детективной. И тут я, у меня телевизор был, я увидел знаменитую пресс-конференцию. Я увидел вот эти вот ручонки Инаева, а главное, я услышал блистательный по своей наивности и чистоте вопрос девочки, по-моему, из московского комсомольца. А вы понимаете, что вы совершили государственный переворот? Или я уж не помню, как этот вопрос точно звучал. То есть вот этот ребенок фактически, он превратил вот это вот все, что происходило, все очень серьезно, войска, значит, там люди, генералы, адмиралы, Янаев, там хоть и гражданский, но генерал, Язов, маршал, воин победы и так далее, и так далее. Все было как бы очень серьезно. Моментально все это превратилось в некий балаган. Было понятно, что это все не очень серьезно, что за вот этими переносицами и насупленными глазами вот эти вот ручки-то не спрячешь. Вот это все не навсегда уж точно, а скорее всего, ненадолго. И когда Игорь пришел и сказал, что мы готовы, я говорю, Игорь Иванович, вы видели пресс-конференцию? Нет, а что такое? Я рассказал вкратце, что произошло. Я говорю, Игорь Иванович, я им даю неделю, я ошибся. Через три дня все это рухнуло. Я не говорю о том, что я там был прозорливый и так далее, просто за перестроечные годы, телевизионные годы, журналистские годы, ведь не только мы делали взгляд, но и взгляд делал нас. Мы начали чувствовать на каком-то совершенно другом уровне, не уровне начальник там подчиненный, не уровне там начальник журналиста, а на уровне гражданском стали понимать, что происходило в стране. Мы стали чувствовать, как и этот Игорь, как еще множество других людей, которые были героями наших передач. Мы тоже стали частью страны, не под названием Совдепия, не под названием Советский Союз, а мы стали некой частью не существующего еще, но рождающегося гражданского общества. Вот что было важно. Вот что было важно во всей этой истории с Игорем, вот что было важно во всей этой истории с этим самым госпиталем. Важна еще одна штука, и это тоже, наверное, будет в какой-то степени эксклюзивная для вас информация. Когда я увидел репортажи о том, что происходило внутри Белого дома, я, к сожалению или к счастью, не знаю, увидел там и своих коллег. И одного из этих коллег я увидел там, зная прекрасно, что этот коллега имеет непосредственный контакт с Лубянкой. И я прекрасно понимал, что он находится там, внутри Белого дома, прекрасно зная, что никакого штурма не будет, иначе бы там его не было. То есть это все очень непростая история, в том числе и среди вот этого журналистского сообщества. Далеко не все, кто находился там внутри, они были, так сказать, одинаково настроены, одинаково как-то, так сказать, готовы защищать основы демократии или там нанаждающейся демократии и так далее. Но зато, как же было интересно наблюдать за теми, кто пришел этот Белый дом защищать. Моментально возник другой совершенно видеоряд. Я сразу вспомнил людей, которые в 41-м в июне приходили записываться в ополченцы. Не в военкоматы, так сказать, их куда вызывали по повестке, где им там давали какие-то, так сказать, чего-то такое, одевали и отправили на фронт. А вот эти люди, которые по зову души, по зову сердца, потому что по-другому нельзя, потому что отечество в опасности, они шли записываться добровольцами. Вот эти добровольцы 41-го и добровольцы вот этого 91-го, поставьте их рядышком, сравните их. К сожалению, я с тех пор запрещен, как журналист, я не могу этого сделать, но вы-то это можете сделать. И вы увидите одни и те же лица. Какие же удивительные лица у людей были, которые защищали в 91-м году этот самый Белый дом несчастный. Они защищали не Ельцин, они защищали не Мухусева, они защищали даже не демократию, они защищали собственное чувство достоинства, достоинства, чести, долга, себя как гражданина почувствовали они. Они почувствовали, что от них, за эти четыре перестроечных года, от них тоже что-то зависит. Все, что происходит в стране, теперь это их дело. Они пришли к избирательным урнам за год до этого. Из 13, например, в моем округе, первый округ, третий округ Москвы, пять районов крупнейших, почти два миллиона избирателей, они вычеркнули 12 фамилий, оставили одну фамилию Мухусев. На, Мухусев, руководи страной, ты так красиво все говоришь, так замечательно делаешь передачи. Мы верим тебе. А что получилось дальше? А дальше получился кикс. Потому что пока мы думали о том, что как жить в стране, которая занимается уже практически, так сказать, на уровне очень серьезной государственной рыночной экономикой, когда на каждом углу можно поменять, там, доллары и так далее, мы живем до сих пор в стране по закону, где валютные операции запрещены. И, мало того, за это, так сказать, возможно, очень серьезный срок. Ну и так далее, так далее. Экономика, политика, все что угодно. Мы понимали, что нужно прежде всего менять, а вернее, фактически создавать заново правовую базу нового, не существующего еще официально, все-таки был еще СССР, но существующую уже Россию правовую базу мы должны были создавать. И, кстати, началом создания правовой базы была та самая декларация о суверенитете, которую мы приняли еще на Первом съезде в 1990 году, в июне месяце. Мы приняли декларацию, если вы возьмете ее в руку, в одну, а во вторую, Конституцию Российской Федерации, то вы увидите удивительные совпадения. Мы начали писать новую Конституцию. Но пока мы все это делали, не будучи особо, так сказать, нормальными, как сегодня должны были быть депутатами, журналисты, политологи, юристы, да, немного было, экономисты. Много нас было, но опыта работы депутатской было очень мало. Так вот, пока мы учились этому, за нашей спиной ребята решили представить себя некой, такой, похожей на снегоуборочную машину. Нефть, газ, никель, сталь, и так далее, и так далее, и так далее. И эфир. Взгляда-то в 1991 уже не было. Последний взгляд вышел в декабре 90-го года. Ельцин очень боялся взгляда. Я не мешаю вам, ребят, нет? Нет? Спасибо. Это тоже крайне важно. Понимаете, пока мы, так сказать, бились вот за эти, так сказать, не физические для кого-то, так сказать, основы создания этого нового демократического государства, ребята за нашей спиной разворовывали все то, что называлось тогда богатство не только России, но и СССР. И поэтому, к сожалению, к моему огромному сожалению, то, что мы получили возможность ну не руководить, конечно, страной, но влиять на принятие серьезных решений, к сожалению, все это было фактически уничтожено тем, что потом произошло прежде всего с экономикой. Вот и с тех пор, в силу того, что эфир, как тогда отняли, у меня так и сегодня его нет, к сожалению, нет возможности прежде всего извиниться перед теми людьми, которые, поверив нас, поверив нам, они вот так серьезно обожглись, обожглись. И сегодня ведь эти люди больше не голосуют за тех, кто провозглашает демократические ценности. Вот что страшно, вот что произошло. Продолжение следует...